Эти глаза вновь взглянули с афиш. Сегодня вечер Достоевского проходит в библиотеке имени Шишкова. В небольшом кругу читателей помнят мирового мыслителя. Чаще всего вспоминают музей истории и литературы, где любят рассказывать о ссылке Достоевского в Сибирь. Тогда Фёдор Михайлович и посетил Барнаул. География его путешествий уникальна своими масштабами. В своих дневниках с любовью он вспоминает лишь наш город. Если будет возможность говорить и хлопотать о переводе моем в статскую службу именно в Барнаул, то ради Бога не оставляйте без внимания. Если возможно говорить об этом с Гасфортом, то ради Бога поговорите. А если можно не только говорить, но и делать, то не упускайте случая и похлопочите о моем переводе в Барнаул в статскую службу. Сибирская история писателя полна пробелов. Охотно их закрывает Елена Сафронова. Как филолог она убеждена, городу нужен свой памятник Достоевскому. Сейчас доктор наук на международной конференции в Санкт-Петербурге. О задумке рассказывает ее коллега. Проект этот называется «Достоевский возвращается в Барнаул». Ну вот он возвращается очень длительно. Как-то вопрос не решается, хотя грантовые средства выделяются, но все-таки памятника пока нет. Поэтому мы очень надеемся на то, что как-то руководство города осуществит эту долгожданную идею филологов. Сегодня нечто подобное есть в Омске. В гадком городишке, как писал Достоевский. В Заринске и Новокузнецке стоят верстовые столбы. В Кузбассе запущен стилизованный поезд. Наш бренд Достоевского еще в пути. Видимо, любовь писателя была в одностороннем порядке. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.